Знаете, кстати, что многие художники сейчас и музыканты ведут свои блоги, рассказывают там о своем искусстве, поэтому все сейчас, все-все-все, да, я постепенно, приходя к теме нашей встречи, да, к теме названия нашей конференции, нашего общения, все-все-все сегодня можно превратить в блог, все можно выплеснуть в хорошем смысле слова в интернет, и вот открытие последних там месяцев, мое личное, я прям подсела, как говорится, на блог пианистки Юлии Казанцевой, вот те, кто музыкой занимается, кстати, никто не говорил, что музыкой занимается, но мне кажется, сейчас многие играют на каких-то инструментах или слушают музыку. Вот есть такая пианистка Юлия Казанцева, она молодая девушка, и она, помимо того, что она просто виртуоз, она очень классно играет и часто показывает, как она занимается, как играет, она рассказывает о композиторах, о музыкальных произведениях, и она это делает в форме таких сказок, как будто бы. У нее так и написано в блоге, она пианист-сказочник, вот, это не реклама, это просто я рассказываю вам на примере того, как можно вести блог о классической музыке, да, она говорит о композиторах, там, Чайковском, о Ветховене и менее известных композиторах, но она делает это так интересно, что даже я вижу в комментариях люди, которые пишут, я думал, что классика это скукота, а теперь я каждый день начинаю, там, слушая Григо, вот, спасибо вам большое, так что блоги, к счастью, творят чудеса. А мы пойдем дальше, вот я вижу девушку, у которой нет имени, написано iPad, да, вот это ты, как тебя зовут? Эва. Эва? Да. Эва, очень красиво, где ты живешь? Я живу в Латвии. В Латвии. Я живу в Латвии. Мне только что зависла, что-то я ничего не услышала. Ну, ничего, ты же уже отвисла, мы знакомимся, продолжаем. Эва, тебя что увлекает в жизни? Мне нравится рисовать и играть в роблок. Так, ага, понятно, ну, все понятно, ваши, в одну сторону, значит, рисуем, в другую сторону играем. Хорошо. Так, Эге. Так, правильно? Привет. Да, привет. Расскажи о себе. Я люблю рисовать и играть в компьютер. Мне кажется, вы списываете у друг друга. Я ответ на вопрос, что вас, что вас увлекает. Эснаду, правильно я произнесла твое имя? Да. Да. Так, рассказывай, что ты рисуешь, во что играешь. Я люблю играть в роблокс, то же самое, как у меня, и я очень красиво рисую. Я родилась в Украине, но сейчас живу в городе Баку, в Азербайджане. Угу. Тепло у вас? Очень тепло. Сколько у вас там градусов за окном? Ну, ну, жарко, да, так себе. Жарко. Вот это да. Здорово. Там вообще зимы. Ну, не сильно жарко, да. Один день жарко, а другой день холодно, а другой день уже дождь, да, вот так. Ну да, все-таки какая-то зима. Понятно. У нас снег не падает, не знаю почему, у нас снег не падает. Ну, наверное, потому что ему слишком жарко, снегу, он боится расстоять. А Саша Кашуба. Саша Кашуба. Да. Есть такой? Да, привет. Здрасте. Здрасте, ну, поговори с нами о своих увлечениях. Мне 11 лет, я люблю петь. О, вот это что-то новенькое, потом уже не рисуешь. Что, и рисовать не умеешь, что ли? Нет. Так, что поешь? Песни разные. Ну, популярные или какие-то классические? Ну, классические. То есть академический вокал всякий, оперный арии? Нет. Нет. Классика, и когда я говорю классика, да, и когда говорится классическая музыка, это имеется в виду музыка, да, не современная, а музыка великих композиторов. Современная – это вот попса, популярное то, что сейчас поют. Понятно. Это ты поешь? Ну, да. Да, популярные песни, которые известны всем сейчас. Ясно. Что у тебя с блогингом, с журналистикой? Какой твой интерес в этих сферах? Подсказывают. Но я все слышала. Тебе нравится писать? Нет. Хорошо. Оставим это тайной. Идем дальше. Кого еще не спрашивала? Сергей Каимов. Тебя не спрашивала? Да. Не спрашивала. Да, давай знакомиться. Привет. Меня зовут Сергей. Я люблю смотреть аниме и рисовать, но руки у меня из одного места, поэтому у меня не особо получается. Но люблю. Это классно. Да, но люблю. Я хочу начать вести свой блог. Я также играю в компьютер. В принципе, я хочу начать свой вести блог или начать вести канал про всякие криптовалюты или NFT. Я в этом более-менее разбираюсь. Ничего себе, какая полезная тема. Знаешь, уже здорово, у тебя уже практически два шага на пути к блогу сделаны, потому что ты четко знаешь, о чем ты хочешь его вести. Лептовалюты, NFT, ты знаешь, где и что, и что ты будешь рассказывать. Это уже, знаешь, просто предзапуск. Осталось придумать клевое название, придумать форматы, в котором ты будешь об этом рассказывать. Кстати, как думаешь, как ты хочешь это рассказывать? Ну, не знаю. Ну, есть вариант там сесть перед экраном, записать что-то, либо какую-то видео, анимацию. Есть, знаете, такие форматы, когда сидят вот так вот рассказывают. Но это довольно нудно. Потому что постоянно смотреть просто на человека, как он рассказывает, это не особо интересно. Да и к тому же... И не очень понятно иногда. Да, не очень понятно. Но есть такие форматы, когда сидит человек, вот допустим, и сделает вставки из каких-то сайтов, про что он говорит. Это более понятно, и тогда человек более хорошо воспринимает информацию. Это называется проиллюстрировать, да, на примере. Иллюстрации. Ну, как в книгах, если бы мы с вами книгу листали, это была бы иллюстрация или картинка. Вот и в видеопроизводстве, да, в телевидении, просто в производстве видеоматериалов есть такой термин, называется окортинить. Да, такое словечко жаргонное немножко из такого лексикона. А окортинить, это значит, да, все это как-то вот из слов сделать визуальное какое-то, да. Да, это здорово. Хорошо, что ты это понимаешь, что не просто можно... Ну, я сначала хочу хоть сделать свою NFC, чтобы хоть как-то углубиться в этот процесс, прежде чем рассказывать о нем. Все на себе проверить, это тоже классный прием. Кстати, ну, запечатли это, пиши какие-то фрагменты, то есть все под запись, чтобы это было тоже частью потом твоего опыта, твоего рассказа. Что-то будет не получаться, ты будешь показывать, опять все будут видеть, да, как ты вышел из этой ситуации. Остались, по-моему, Лиза и Тимур, так, да. Лиза, 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 слышишь ли ты нас, Лиза, если ты, конечно, не админ. И Тимур. Ребята, ладно, так, Лиза, Тимур у нас пока на Санюшке не слышит. Ребят, никого не пропустила, никого не забыла, все сказали, что хотели. Да, у нас сегодня с вами такое долгое знакомство получилось, ну, вас много и очень много новеньких. В Новый год с новым практически составом мы с вами входим. Я вас сегодня отпущу тоже минут через 15, но мы еще успеем с вами еще один разочек по кругу пройти. И вот с какой целью. Мы сегодня встречаемся с вами всего лишь в четвертый день Нового года. Я думаю, все его праздновали. И сегодня я хочу познакомить вас с таким жанром информационным, как марафон. Это слово, которое сегодня имеет такой очень двойной смысл и чаще всего в значении, вот в таком журналистском значении, да, его немножко неправильно понимают. Кто-нибудь, скажите мне, как вы себе понимаете, что такое информационный марафон? Что это такое может быть? Да, прям говорите, говори, Ангелина. Ну, я думаю, что это как бы борьба за новости. То есть, допустим, случилось что-то интересное, и несколько газет прислали туда своих репортеров, чтобы собрать информацию. И это такое для них марафон, они бегут, бегут такие за этой информацией. Это прикольно, но это новое совершенно значение. Нет, я совсем немножко, не то что совсем, немного не это имела в виду, но на самом деле, когда что-то случилось, туда приезжают репортеры, да, представители разных средств массовой информации. Это просто они выполняют редакционное задание, да, и дали задачу, иди съезди туда, посмотри, запиши, сними репортаж, подготовь его там к эфиру или к выпуску газеты, или выложи новость на сайт. Вот. Еще какие есть версии по поводу информационного марафона? У меня есть одна версия. Давай. Я думаю, что когда вот приходят в какое-то журнале, ну вот у тех людей, которые редактируют информацию, к ним поступило вот огромное количество информации, которые нужно отредактировать. И они как бы соревнуются, кто быстрее. Ага, ага. Еще одно значение тоже интересное, да. Да, но нет, да, но нет, ну на самом деле, конечно, да, никто ни с кем обычно не соревнуется в редакции, все стараются сделать общее дело и действительно, да, отредактировать, отписать, как мы говорим, отписать. Да, мне пришла новость, ее нужно отписать, потому что, как правило, новость приходит в виде там какого-то пресс-релиза или набора цитат, которые там сказали какие-то спикеры на мероприятии. Мне из этого нужно сделать новость, написать ее удобоваримым языком для того, чтобы, например, в эфире, в новостях, по радио мне вот такую огромную длинную простыню из текста уложить там в 30-40 секунд. И да, это обычное задание, задача по редактированию текста. А Сергей что-то хочет сказать? Говори. Скорее всего, информационный марафон – это просто большой объем информации, который нужно как-то сжать и изложить в какой-то газете или в выпуске новостей. Вот ты ближе всех, да, ты ближе всех подошел? Да, как раз дело нет, срок как раз бывает не коротким. Марафон – это что-то длинное, да, ведь изначально марафон – это про бег, про соревнования, когда все бегут и бегут на выносливость, да, это вот у нас марафон, мы начали и вот бежим, 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 да, это не спринт, короткая дистанция, это действительно марафон. Это такое спортивное значение, кто бегал марафон, может быть, из вас знает, что они там бывают на 40 с лишним километров, это вам не шутки, это вам не стометровку в школе быстренько пробежать. Вот в том значении, о котором я вам рассказываю, информационный марафон – это действительно набор новостей, это такое рисование информационной картины, это сбор информации, это ее переработка, и главное, что во время марафона информационного мы эту информацию доносим до нашего зрителя, читателя, слушателя, в общем, для потребителя, да, для нашей аудитории. У блогеров тоже, может быть, да, у блогеров у нас наша аудитория подписчики, как называются люди, которые телевизор смотрят? Телезрители, кто радио слушает? Радио слушатели, да, газеты читают, читатели, да, или подписчики газет. Вот в интернете новости, по-моему, все сейчас читают, да, но тоже читатели их называют, да, или посетители сайта, говорят, у вас много посещений на сайте, сколько посещений. Да, вот это наша аудитория, до которой мы информацию эту доносим. И я вам предлагаю сейчас запустить очень быстрый наш информационный марафон, который позволит нам собрать картину как по пазлам, вот так вот, да, со всех разных. Я недаром спрашивала, кто откуда, мне всегда это интересно. Сегодня нам это особенно пригодится. Вы все из разных городов, из разных стран, и я предлагаю поделиться вам информацией о том, как вы встречали Новый год. Ну, не просто, вот, мы все примерно одинаково встречали Новый год, если убрать какие-то особенности, да, с родителями, там, с семьей, с друзьями, ели оливье, там, слушали речь президента, куранты и так далее. Ну, вот это как раз такое общее место. А мне интересно, чтобы в нашем информационном марафоне вы сейчас также по очереди рассказали о том, что необычного было либо в вашей встрече Нового года, может быть, кто-то встретил его в необычном месте или необычным способом, да, или что интересно, какие интересные есть традиции в вашей стране. Вот. Я тоже сейчас начну... Ой, ой-ой-ой, я куда-то упала. Ну, начну сейчас вот уже только с конца, наверное, чтобы... Так, Лиза, Тимур, вы у нас здесь, мы вас учитываем в нашем... Я тут. ...общении. Вот, Тимур, привет. Ну, давай тогда с тебя и начнем. Ты все слышал, да, задание понятно? Ну, так, не особо. Ну, как, твоя задача рассказать, как ты встретил Новый год, но чтобы это было не просто, а вот я вот так, я, 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 а чтобы это было полезно и содержало какую-то информацию ценную. Ну, вот, например, да, если ты встречал Новый год... Ну, если кто-то встречал Новый год, там, в жаркой стране, можно рассказать, что это был самый необычный Новый год, там, я встретил его, не знаю, на пляже, в песке, была жара, не было нигде ни елок, ни снеговиков, вот, ну, да, какие-то моменты такие уточнить. Давайте начнем с Тимура, и я буду потом просто называть ваши имена, и вы будете подхватывать, да, еще марафон информационный, он напоминает эстафету, эстафета, это тоже, да, из спорта к нам слово пришло, когда мы там хватаем палку, да, и бежим дальше, командное такое. Ну, это информационный марафон, тоже командная работа, но, как правило, есть там модератор, ведущий, например, в данном случае я буду модератором, буду вас скреплять, соединять ваши части своими какими-то подводками, и идем, 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 да, и собираем, 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 раз, сложилось. У нас с вами может получиться вполне себе мировая картина Нового года, откуда только вас нет. Все, я умолкаю, но теперь дальше называю только ваши имена. Тимур, поехали. Я отмечал Новый год на даче. Было так, было холодно, что даже на улицу невозможно было выйти. Смотри, я буду сразу о ошибке, да, было холодно, где дача, почему было холодно? Да, для жителей Москвы все помнят, что эта новогодняя ночь была плюсовая температура, значит, ты не в Москве, скажи. Ну, на даче было минус 7. Где дача находится, где так было холодно? Дача Тверская область. Тверская область, вот, это важно. Отсюда, из твоего рассказа мы получили информацию о том, что в Тверской области было минус 7 в новогоднюю ночь. Ребят, не буду из вас вытягивать клещами, буду просто быстро дальше переходить. У каждого там свой какой-то момент получается. Саша Кашуба, давай ты дальше. Можно, Саша Кашуба, ты слышишь нас? Можно подхватываться, например, спорить с предыдущим оратором или поддерживать его, говорить, да-да-да, у нас тоже было холодно, только не в Тверской области, а там, где в Архангельске. Саша, ты нас слышишь? Саша Кашуба. Нет, не слышит. Аркадий, давай дальше тебя вижу. Давай, твоя очередь. Аркадий. У меня, правда, такого не было. Значит, что было у тебя? Тут как раз и штука в том, что вы не все рассказывали, у кого сколько была температура за окном в Новый год. Другое? Нет, ну просто мне всегда было как обычно. Как будто бы необычно ты, например, где-нибудь в Африке встречал Новый год, а потом пришел обратно в свою страну где-нибудь. В общем, нет таких случаев, когда не было, когда было страшно. То есть не страшно, а... Странно. Странно, да. Но в любом случае нужно как-то сформулировать. Значит, скажи, у нас Новый год это праздник, который всегда проходит одинаково. Какая в нашей семье традиция? Мы что делаем? Собираемся всегда? Мы собираемся всегда, и мы просто его празднуем, как обычно. Как обычно, да. Я не буду тебя больше мучить, но вот эти как обычно, они для некоторых как раз необычны. Люди, которые отмечают Новый год, например, в Турции, мне вот рассказывал один мальчик, в Турции Новый год это вообще не очень-то и праздник. Там у них свои национальные праздники. Вот, и он говорит, они просто садятся за стол и даже ждут 12 часов, но у них даже нет каких-то особенных блюд. Это просто обычный ужин такой поздний. Вот, они не дарят там друг другу какие-то особенные подарки. Ну, окей, Новый год, галочку поставили, календарь перевернули и дальше. Эснат, что у тебя? Эснат, слышишь ли ты нас? Эснат? Эснат нас не слышит? А, слышит, да, ага, так, давай. Если честно, сказать, что мы не отмечаем, мы мусульманам, мы не отмечаем Новый год, да, потому что мусульманам не отмечают Новый год. Просто у мусульманам есть два праздника. Это один Рамазан Байран, а второй Курбан Байран. Мы только это отмечаем. Вот, да, видите? И у нас есть один праздник, это Маули, да, мы зовем наших друзей, знакомых, зовем и друг друга какие-то, не знаю, шоколадки дарим, там какие-то подарки дарим. Этот месяц Маули мы отмечаем с Рождества нашего, рождение нашего порока Иисуса. Да, вот видите, мы получили с вами, да, очень интересную информацию о том, как мусульмане отмечают и вообще отмечают ли они Новый год. Спасибо, Иснат, вообще все очень здорово, действительно полезно рассказала. Тык-тык-тык-тык. Паша, тебя вижу. Я хочу кое-что сказать насчет вот этих вот праздников. Я не знаю, какая точно вера у мусульман, но я была в Турции, в Кемерах. Вера у мусульман мусульманская, ислам. Так. В Турции тоже ислам в основном. Я была в Турции, и там... Сейчас я... Там как бы у них Бог не Иисус, я по фильму видела, там исторический. Там Аллах, как-то так называется. Ну и вот, что я хотела бы добавить туда. А теперь про твой Новый год давай расскажем. У меня было не очень много чего-то удивительного, лишь несколько... лишь несколько удивительных вещей. Первое, это то, что мне мама сказала, хочешь, ты будешь сам для себя Дед Мороз? Я нам не отдала, там, сколько-то денежек, и я, короче, стала для себя сам Дедом Морозом. И я пополнил себе подарок оружия на пистонах. Ой, повезло. Вот такую вот эмочку купил. Ну и вот, что у нас вот по-настоящему редко бывает, так это то, что вот все, кто у нас вот дома есть, мы реально вот сели за стол, каждый поел, послушали Путина, Майю Санду не слушали, ну вот и все. Ну, из твоего рассказа, да, действительно, ценно и интересное, это о том, что ты необычный, ты в этом году получил подарок от Деда Мороза, сам себе Дед Мороз. Здорово. Илья, твоя очередь. Илья, или Илья, латвийский наш Илья. Ага. Да? Да, оно от тебя, конечно, интересно услышать, как в Латвии все происходит, если есть такие традиции. Ну, правда, про Латвию ничего я рассказать не могу, про температуру нет, я ничего не помню. Все стерлось, три дня прошло, все. Так. Ну, я могу сказать, то, что я проводил Новый год, ну, как обычно, в принципе, моя сестра, она, конечно же, не пропустила Новый год, увы, но, в общем, заснула. И, ну, мы просто как бы ждали, посмотрели фильм вечером, и, ну, в принципе, там еще смотрели рентели передачи. И, ну, мы ждали, ждали, ну, поздали. Да, ждали. И, ну, в принципе, я по обычным праздновал Новый год. По обычным. А вообще какие-то есть традиции у местных там? У местных, я не знаю, у нас нет. У вас нет. Окей. Саша Кашуба. Или ты был? Саша. Она не ответила. Нет, нету. Саша, Саша, ты слышишь нас? Ладно, пока пропускаем Ангелину. Давай к тебе. Ну, мой Новый год проходил в этом году в Стамбуле. Первый раз. Мой Новый год был встретен в Турции. Здесь, это правда, здесь не празднуют Новый год, разве что салют над Босфором был. А так, в районе все спали. Так, хорошо. Эге. Я живу в Алтану-Луке. Здесь тоже немного не празднуют Новый год. Здесь нету ёлок. Вот. Скажите, в вашей семье тоже нет такого? Тоже не празднуется такое? Нет. Только в Турак-Коле. И всё. Понятно. Так. Я забыла, как зовут пользователя iPad. Эва. Эва вспомнила. Ну, мы празднуем Новый год обычно с друзьями. Ну, это конкретная семья. И там мы слушаем, ну, российские куранты и латвийские. Ну, потому что российские, они в нашем времени в одиннадцать бьют, а латвийские, ну, в вашем в час. Через час, да. Ну, и как бы в два часа или в час тридцать мы идём спать. Конечно, как и все, смотрим салют. Ну, вкусно едим. Любим, ну, любим ставить с подругой спектакль какой-то или танец. Ну, в этом году был танец. Круто, да. Вот тоже, да, необычность. Семья, живущая, русская семья, да, живущая за рубежом, встречает дважды Новый год по одним курантам и по другим. Ну, а танец я по-русски. У меня папа болгарец. Ну, тем не менее, да, вы же по-русскому времени. Мама у тебя русская, да, наверняка? Мама из России, нет? Нет, мама латвийка просто... Да, ещё интересней. Просто семья моей подруги, как бы, ну, она не русская, но они привыкли праздновать по-российскому. По-российскому и по-русски, да. Ну, я знаю, что делают так многие семьи, вообще люди, которые... Ну, это мы праздновали по-латвийскому. Ну, мы празднуем два Нового года. Ну, это же весело. Хорошо, едем дальше, Аксиния. Просто мне скоро пора уже будет убегать в эфир. Аксиния, давай ты. Что у вас было обычного или необычного, интересного в новогоднюю ночь? Обычно в Анапе в новогоднюю ночь холодно и снег. А в эту новогоднюю ночь шёл ливень. Ливень и плюсовая температура. И плюсовая температура. А ещё самое необычное. А ещё самое необычное, что Дед Мороз положил подарки под машину на улице. На улице. А не под ёлку. И ещё вместо шоколадных конфет. И ещё вместо шоколадных конфет ели конфеты из сыра. Ели конфеты из сыра. Да, это действительно необычный Новый год и по угощению, и по способу поздравления от Деда Мороза. Здорово, приятно, когда и родители тоже активно участвуют в нашей конференции. Я вас слышу. Всем привет. Так, осталось у нас вот где Салтан, тебя зовут по-другому. Пожди одну, что ещё рассказать. Да, можно сейчас дослушаю. Как тебя зовут? Меня? Да. Шахзада. Шахзада, да. Так, что у тебя с этим праздником? Праздник ли это для вашей семьи? Да, конечно, праздник. О, родители, давайте, помогайте. Да, конечно, праздник мы тоже отмечаем. Вот просто... Так, что... Турция, это исламское государство. Мы тоже идём по этому календару, мы тоже отмечаем этот праздник. Просто в исламе Курбан Байрам и Рамазан Байрам считаются главными. Конечно, они главнее, да. Да, но несмотря на это, даже в Турции и в Азербайджане везде Новый год отмечаем, потому что мы идём по этому календарю. И 31 сентября наш год зарабатывается. И стоит это отметить, поздравить друг друга и подарки подарить, правильно. Мы тоже всегда здесь отмечаем и будем отмечать. И в Турции тоже, и у нас тоже... Просто она у нас немножко неразговорчива. Ну ничего, зато улыбчивая. То, что хотел ещё добавить, ребят, давайте последние минуточки остаются. Я. Да, говори. У меня в Голландии праздник на два часа позже, чем в России. Ага, вот тоже, да. И что, вы тоже дважды отмечаете? Да, нет. Мы просто поздравили тех в России, у кого он там... Да, а потом у нас было. Понятно. Да, я однажды встречала Новый год, ну не однажды, много раз встречала Новый год в далёких странах, где очень большая разница во времени. Там 8 часов было однажды разница. И мы в России уже Новый год встретили. Ой, нет, мы уже Новый год встретили, а в России ещё даже там народ не побежал, наверное, в магазин за зелёным горошком к оливье. Сергей, ты что-то хочешь сказать? Мы живём сейчас в Украине. У нас, получается, на час вроде быстрее идёт. А, нет, меньше, да. По-моему, отставание, да. И мы, в принципе, отпраздливали его очень необычно, так как в большинстве случаев мы просто сидели дома, ели салаты и встречали Новый год. Но тогда мы уехали из Киева, мы уехали в Одессу. И на место того, чтобы сидеть дома, кстати, мы отпраздновали Новый год уже до этого. Типа мы поели там салаты и вышли на улицу. Там был какой-то концерт, я не помню кого, но мы особо на нём не были. Потом, когда он закончился, начался салют, и начался Новый год. Собственно, поздравления президента мы не послушали, но, собственно, оно и не надо, ведь мы встречаем 2222 год. Почему 2222? Потому что так Кличко сказал, мэр Киева. А, он так оговорился, да? Класс. Да. Хорошо бы нам его встретить. У нас вон машины летают. Понятно. Всё, друзья мои, я убегаю 10 минут до эфира. Если хотите, радиокультура, слушайте онлайн, вбивайте, и через 10 минут передам вам какой-нибудь привет в эфире. Ну, такой, очень сильно завуалированный, например, просто поздороваюсь и попрощаюсь. Да, радиокультура, 91,6, это в Москве такие у него FM-частоты, ну, радио «Россия и культура», вот такой вот, вот такой вот у него значок, вот. А я с вами прощаюсь на недельку, до свидания, всем хорошего продолжения праздника, кого они есть. Пока-пока. Спасибо.